всем пачули добро пожаловать на мой канал парфюмерии рада что вы снова заглянули сегодня я хотела бы с вами познакомиться с очередным прекрасным ароматом истористы parfum с парфюмерного дома и называется он амбра 114 114 это количество компонентов которые были использованы чтобы добиться идеальной амбры чтобы добиться этого аромата распаковочку этого аромата смотрите у меня на странице instagram также подписывайтесь там там много чего интересного и чаще всего распаковочки попадают именно туда пирамида в аромате средняя не такая простая боль таки очень много компонентов входит туда и несмотря на такое богатство это один из с одной стороны сложных ароматов а с другой стороны очень мне понятный настолько тут каждый компонент можно распознать и слышится и звучит он так натурально и естественно что это делает аромат очень даже понятным носибельным я уже тут прыскалась чтобы дойти до амбры потому что аромат амбра но до амбры я еще особо не дошла амбра находится в базе и ваниль там же находится для меня еще вот первые часы просто играет травы специи приправы я сейчас обновлю аромат обычно если вы покупаете и стоит на шкафчике у меня стоит на комоде и если мне что-то хочется вспомнить или вдруг мне захотелось снова аромат ощутить я открываю крышечку нюхаю спульверизатора и закрыла дальше пошла получила эмоции потому что если я ношу аромат один то я не могу наслаивать несколько но хочется что-то другое в течение дня еще раз обновить возобновить в сознании вот все ароматы до этого мне очень нравились с пульверизатора с флакона вот это первый аромат у меня когда с пульверизатора его лучше не нюхать он пахнет спиртом пачули ветивер не знаю невкусно мне ужасно отталкивает и то что на коже это совершенно другое очень четко слышится тимиан в начале слышится лекарственность какие-то сушеные пакетики или коробочки с травами если вы открываете и вдыхаете такая лекарственность за счет пачули ветивера у меня есть такая для ванны релаксная жидкость и она так и называется пачули сандау действительно вызывает релакс отдых и вот это сочетание я знаю и поэтому в этом аромате я также слышу его аромат такой с одной стороны и релаксный и в то же время немножко какой-то строгий очень такой колкий больше даже в сторону мужскую я бы сказала для такого брутального мужчины который вот последнее слово за ним стукнет кулаком по столу и вот больше не обсуждается аромат в стиле каком-то даже восточном потому что напоминает вот эти вот палочки которые поджигаете и эти благовония вот этот вот запах распространяется по комнате и вы отдыхаете здесь есть розы есть герань но это не цветочный аромат где-то улавливается роза но она настолько приглушена всеми этими приправами здесь настолько все натурально реалистично звучит в этом аромате что этот аромат он какой-то такой бытовой что ли настолько он природный настолько он какой-то повседневный в плане запах он и простой аромат и в то же время он сложный он по нотам понятный слышно отчетливо практически 80 процентов всех компонентов которые здесь по крайней мере заявлены для нас каждый компонент четко натурально звучит но он непонятный куда и для чего и кому еще не определилась куда его можно было бы надеть он немножко такой что ли и обязывающий и не обязывающий и для меня представляется это какое-то такое рабочее место скажем врача или какой-то спа-салон где в то же время вы отдыхаете от этих всех благовоний но вам нужно работать то есть какой-то такой статусный что ли аромат он вызывает чувство релакса он вызывает чувство спокойствие но в то же время как будто вы пришли в гости и вы не можете быть самим собой и вы должны использовать правила этикета вы должны быть вежливым культурным сидеть аккуратно вы не можете просто развалиться на диване пойти в душ и смотреть какой вы хотите канал немножко вас как-то обязывает поведение в гостях в обществе он довольно такие громкий я думаю что он шлейфовый но за счет вот пачули вот этой вот натуралистичности природности не думаю что он будет вызывать у кого-то какие-то негативные ассоциации он перебил мне все ароматы сегодня я уже носила другие ароматы и я их не слышу потому что этот аромат очень такой заявляющие себе его нельзя не услышать и вот здесь пройдем по пирамиде вначале идет очень тимиан и ореховость и такая горечь в этом аромате присутствует цветы где-то очень так сдержанно и проскальзывают ненавязчиво пачули сандал ветивер все это очень сильно слышится и это даже как бы главное в этом аромате хотя аромат называется амбра и по сути то не знаю прошло больше часа я еще до амбре не дошла и до ванили то я тоже не дошла надеюсь что ваниль не будет сильно кремить не будет аромат сладючим потому что этому аромату не идет сладость аромат довольно-таки сухой бальзамический этот аромат унисекс я бы сказала что наверное 40 процентов это женский аромат и 60 процентов это мужской аромат все-таки чуть-чуть перевешивает мужскую сторону аромат на любое время года и я могу себе его представить и летом потому что он сухой и как раз для жары он очень хорошо подойдет и зимой вот эти вот травы пряности приправы сухость подойдет всегда одного-два пшика хватает лично мне его слышу прекрасно для меня он громкий возможно для мужчин которые любят ароматы погуще покрепче может быть два-три пшика тоже вполне себе хватит по стойкости я буду проверять и тестировать еще не проносила его столько времени аромат не похоже на то что у меня есть его лично я не могу представить носить каждый день на себе смогу ли я его носить вообще на себе да я смогу его носить и он придает какой-то такой шарм спокойствие тестируйте обязательно интересная амбра интересно амбровый аромат амбра первые часы она проскальзывает слегка но она не является главной главное вот это вот все букет сушености приправности он занимает первое место я думаю что по азии больше будет амбра и ванили аромат станет более мягче более приятный носибельный для женщин для мужчин он носибелен всегда кто любит вот такого характера парфюм то вам он очень понравится очень интересный так что присмотритесь к нему спасибо что досмотрели до конца рады если вам понравилось и помогло поставьте обязательно лайк и до новых встреч пока пока